это канал просто мультиварки сегодня мы готовим чили конкорне с халапенью лайки и репосты приветствуются вариантов чили конкорне ну наверно штук 20-30 сегодня мы готовим всего лишь только один из них потому что там есть и кукуруза и много перца и много чили перца и курица и чё там только нету в общем но это будет потом как-нибудь а сегодня мы вот готовим халапеньо и так впереди нас ждут продукты потом приготовление а в конце видео калорийность белки жиры и углеводы и не забывайте если ваша мультиварка несколько мощнее моей желательно уменьшить время приготовления продукты для приготовления нам потребуется говяжьего фарша 800 грамм 2 банки красной фасоли в томатном соке 200 грамм лучка 200 грамм перчика 10 грамм чесночка 60 грамм халапеньо при желании можно и побольше баночка томатной пасты соли две ложечки и 30 миллилитров растительного масла по продуктам у нас все впереди подготовка и так перчик лучок мелко пошинковали очень мелко пошинковали чесночок и халапеньо на этом наша подготовка заканчивается мы переходим готовки первый шаг ну в принципе классический отправляем в чашу масло чеснок лучок и перчик на 12 минут на режиме жарко каждые две-три минутки перемешивать в принципе можете сначала чесночок на пару минут а только потом все остальное ну что что а ароматы мультиварка умеет хранить поэтому сильно большой разницы не будет все-таки на мой взгляд 12 минут пробежали и мы переходим ко второму шагу отправляем в чашу фарш и и томатный сок который слили с фасольки все это на режиме тушения 25 минут конечно тщательно все перемешать если будет мало водички ну добавьте там 100 200 миллилитров кипяточка мы переходим к финальному шагу а именно отправляем в чашу все что у нас осталось отправляем фасоль собственно всю халапеньо томатную пасту и сольку в принципе можете также добавить сюда специи различные чего-чего этого добра в наше блюдо очень даже много можно отправить тушение 20 минут время прошло и мы отправляем нашу вкуснятину в тарелку чем украшать ну можно зеленью а вообще лучше всего говорят использовать в качестве ложки мексиканский начос но вот начоса как раз у меня к сожалению нету но блюдо очень остренькое вкусное и пикантное несмотря на то что рецепт достаточно простой ингредиенты ну кроме халапеньо в принципе тоже все обычно под рукой а блюдо получается очень острым пикантным интересными в общем-то году можно этим блюдом удивить гостей в общем в любом случае получается очень вкусно а значит приятного аппетита а 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 Продолжение следует...